Друзья, я всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Будем сегодня рассматривать вместе с вами модель под названием JAU-G6. Это довольно-таки большой смартфон, 5,7 дюймов, мощный. Восьмиядерная у него начинка. Ну, давайте начнем с распаковки. Посмотрим, в какой коробке поставляется. Поставляется эта модель вот в такой вот коробке. Стандартная для JAU. В коробке ничего абсолютно интересного нет. Есть вот такая вот зарядка, USB кабель. И переходничок обязательно вложим всем тем, кто будет у нас их приобретать. Эта модель большая, 5,7 дюймов. Модель является аналогом, можно рассматривать конкурентов, моделей iOcean X8 или Kingzone K1. Есть свои особенности, плюсы и минусы. В зависимости от тех или иных моделей. В конце обзора постараюсь вам выдать свой результат, свое резюме. Спереди смартфон имеет большой Full HD дисплей, 5,7 дюймов. Здесь сверху у нас есть фронтальная камера, разговорный динамик, датчики приближения, освещение, индикатор пропущенных звонков. Снизу у нас есть три сенсорных кнопки, которые очень легенько, но подсвечиваются. И это очень приятно, что есть подсветка. Сам дисплей у нас выполнен естественно. По IPS технологии есть OGS, естественно. То есть воздушной прослойки здесь нет. Переходим к граням. Грани выполнены из металла. Здесь у нас есть заглушка для наушников. И она же служит скрепкой для открывания сим-карты. Здесь два слота. Смартфон двухсимочный. Слота под SD карточку здесь нет. Однако есть особенность у этих сим-карт, что они готовы работать даже в горячем режиме. То есть смартфон не нужно выключать, чтобы подключить сим-карту. Как только вы ее вставляете, смартфон сразу ее определяет. И запрашивает у вас пароль. Также здесь есть качелька громкости, кнопка включения-выключения и разъем для зарядки microUSB. Кнопки выполнены очень удобно. Они как влитые и очень удобно нажимаются. Сверху нет у смартфона ничего. И снизу есть у нас микрофон. Сзади смартфон имеет основную камеру на 13 Мп. Она идет со вспышкой. Я, если честно, не разобрался до конца, но я думаю, что я все-таки прав. Здесь две решетки под динамики, однако звучит только верхний динамик у меня. Здесь нет стереозвучания. Это просто как муляж. К сожалению, смартфон не разборной, то есть аккумулятор не съемный. Я не могу открыть крышку и открыть вот эту вот поверхность, чтобы вам продемонстрировать, что там нет динамика. Также есть вот такой вот разъем. Этот разъем предназначен для беспроводных зарядок. Ну и под вот этой вот пленочкой, не хочу ее отбирать, есть шикарная стеклянная поверхность. Зеркальная, точнее, поверхность. Она очень красивая, но она очень-очень маркая. Поэтому я даже не буду снимать эту пленочку заводскую, чтобы не портить это зеркальное покрытие. В целом смартфон собран отлично, нареканий никаких нет. Он довольно-таки большой, 5,7 дюймов. Материалы исполнения – это защищенное Gorilla Glass стекло, это металлические вставки, это зеркальная задняя поверхность. Это очень радует. По сборке, по монолитности нареканий нет. Смартфон монолитен, ничего не трещит, не люфтит, никаких нюансов тоже в этом плане нет. Итак, давайте смотреть по техническим характеристикам. Смартфон очень мощный, очень интересный внутри. Через программку Antutu будем смотреть мы все его технические характеристики. Все, в принципе, как всегда. Набирает он в пятом Antutu приблизительно 30 тысяч баллов. Это классный результат, но это стандартный результат для MTK6592. Показывает он у меня как Geo S2, но, скорее всего, это связано с прошивкой. Итак, это Geo G6 422. Android-версия прошивки, 6592 процессор, Full HD разрешение, 13-мегапиксельная основная камера. Здесь 2 гига оперативной памяти, 32 накопитель. Напоминаю, что слотов под microSD-карточку здесь нет, то есть 32. Я считаю, что это вполне достаточный объем и довольно-таки без проблем этого всего хватает. Здесь 8-ядерный по 1,7 ГГц процессор, 8-мегапиксельная фронтальная, 13-основная и так далее. Датчики и мультитач. Мультитач мы можем, опять же, посмотреть через Antutu. Сейчас в новом Antutu это все реализовано. Здесь 10-точечный мультитач. Вот таким вот образом это отображается. Ну и, конечно же, напичкан смартфон всякими разнообразными датчиками и функциями. Есть GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, компас. Есть датчик приближения, датчик освещения. Есть датчик сенсорного управления жестами. Есть вспышка довольно-таки неплохая. Есть полноценный гироскоп, есть NFC. И смартфон поддерживает OTG кабеля, то есть можно будет подключить флешку, мышку, клавиатуру или накопитель какой-то другой. И прошивка здесь заводская. Здесь китайский софт реализован вот в виде двух таких приложений. Все остальное, все у нас на полноценном русском языке. Нареканий нет. В основных настройках все тоже на русском. Единственное, что есть вот здесь, вот немножко английского софта. Это настройки управления жестами. А также есть функция одной руки. Тут тоже на русском нет ничего, а здесь на английском. Но это функция для того, чтобы, раз у нас большой такой экран, то чтобы клавиатуру сдвигать влево или вправо, чтобы можно было управлять одной рукой, чтобы это было удобно. А так все на русском. Версию прошивки вам показываю. Номер сборки. Прошивка у меня не вылетала. Работает стабильно. Рабочие столы тоже довольно-таки классно перелистываются. Нареканий нет. Но их не должно быть, так как здесь 2 гига оперативки и очень мощный процессор. Достоинством этого смартфона, как и любого другого большого, то должен всегда быть экран. Экран здесь большой, 5.7, Full HD, IPS, OGS. То есть, что это все значит? Это значит, что экран с очень классным уровнем яркости, что экран с отличными углами обзора, что здесь нет воздушной прослойки между экраном и тачскрином. И углы обзора максимальные. Такие, какие только могут быть. По диагонали картинка, ну, немножко, немножко преломляется, но абсолютно она не инвертируется, она немножко просто становится светлее. По экрану тоже я считаю, что очень модель хорошая, но если сравнивать с конкурентами iOcean X8, Kingzone K1, то экран у всех плюс-минус одинаковый, потому что экраны действительно достоинство каждого из этих смартфонов. Разработчики постарались на славу. Касательно звука. Звук, вот, наверное, то, что мне понравилось, этот звук в наушниках в этом смартфоне, он однозначно лучше, чем у iOcean X8, и у большей части смартфонов на процессоре MTK6592. Далее, разговорный динамик и микрофон тоже мне понравились. Они громкие, четкие, слышно отлично. Касательно звучания внешних динамиков. Многие говорят, что здесь стереодинамики. Вот я вам запускаю видео. С красоткой. Ну и механически спасаю мир. Так, с чего вдруг это песок? Ой. Я останусь вере в своей предвыборной платформе и буду защищать стражу любой ценой. С мандарином нужно покончить. Да, действительно, два стереодинамика. Вы знаете, кто я? В некоторых видео, в некоторых файлах воспроизведения почему-то играл у меня, когда я тестировал эту модель, только верхний динамик. Играет этот. И играет этот. Поэтому определились уже в процессе съема обзора, что да, действительно, здесь два динамика и они играют так, как они должны играть. То есть, стереозвучание, то есть, если вы будете играть в игрушку, у вас динамик будет находиться и здесь, и здесь. Это однозначно плюс. И такого нет в других моделях iOcean X8 и Kingzone K1, если мне не изменяет память. По звуку разобрались. Касательно производительности, все стандартно. Два гига оперативки, восьмиядерный MTK6592. Ну и давайте посмотрим несколько игрушек. Играет музыка. С игрушками, в общем, все в полном порядке, потому что хорошая начинка у смартфона и Full HD дисплей абсолютно не помеха, а только достоинство. Идем дальше. Давайте посмотрим тесты GPS. Я тестировал. Спутников словил очень много, но первый старт был довольно-таки долгий. Несколько раз я перезапускал GPS, но в итоге все ловит отлично. Очень много спутников. Вот 26 секунд у меня он показал, когда словил первый раз спутники. С GPS также все отлично. Теперь очень важная особенность этого смартфона – это аккумулятор. Аккумулятор уже iUG6. У него 3500 мАч. Это очень важно, потому что экран действительно большой, начинка очень потребляемая. И результаты, вот вы видите, 5713 и 3 часа в режиме игры со 100% до 5. Это действительно отличные результаты, если сравнивать эту модель с iOcean X8 и Kingzone K1 в особенности. Там аккумуляторы значительно проигрывают уже iUG6. Об этом тоже немножко позже расскажу вам. Камера здесь тоже мне очень понравилась. Здесь на 13 мегапикселей камера основная. Видео записывает, естественно, в формате Full HD. Фото, видео по ссылкам. Сможете посмотреть. Единственное, что скажу, что макросъемка отличная. Видео, кстати, вот формат Full HD. То есть, все тоже достойно. Макросъемка тоже отличная. Вы это все можете видеть. Фронтальная камера, ну, там заявлено 8 мегапикселей в Antutu. Но это немножко неправда. Это интерполяция. Фронтальная камера без фокуса. Но тоже для видео, для Skype сойдет. Итак, вывод. JAUG6. Большой смартфон. 5,7 дюймов. С хорошими техническими характеристиками. С ценой приблизительно в 350 долларов. Вот 350 долларов цена. Это его основной минус. Если сравнивать эту модель с моделями iOcean X8 и Kingzone K1, то JAUG6 он самый дорогой. Еще самое лучшее у него это аккумулятор. Однозначно по аккумулятору эти модели iOcean X8 и Kingzone K1 просто-напросто не сравнятся. По корпусу, по физическим размерам все три модели очень схожи. Эта модель больше похожа, наверное, на iOcean X8. Там тоже была зеркальная поверхность задняя. Какую бы я модель бы посоветовал вам? Да, цена очень отличается. То есть, по доллару приблизительно 50 долларов разница. Однако, я хочу вам сказать вот что. Когда у вас в руках большой смартфон. 5,7 дюймов. С хорошей начинкой. С хорошим экраном. С мощными всеми техническими характеристиками. Но это очень смешно, когда у вас смартфон будет хватать. Там, если вы посмотрите какой-нибудь фильм. Или сыграете в игрушку. Или зайдете в интернет. Это будет очень смешно, если вам смартфона будет хватать на полдня. Поэтому я считаю, что решающую роль играет все-таки в таких моделях. Это аккумулятор. И нужно стремиться к тому, чтобы держать в руках максимально мощный смартфон с максимально мощным аккумулятором. Поэтому, да, вопреки всему, если бы я выбирал большой смартфон себе. Я бы переплатил 50 долларов и заказал бы GAU-G6. Если вы другого мнения. Без проблем. Вы имеете на это право. Выбирайте любую модель. Они все достойны. Ну, а я вам уже рассказываю нюансы, чем они отличаются друг от друга. На этом все. Спасибо вам за внимание. Оставляйте комментарии. Задавайте интересующие вас вопросы. Оставайтесь на нашем канале. Будет много интересных новинок. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...